И снова здравствуйте дорогие зрители, с вами я Алексей, вы смотрите ютуб канал Парадигма, точнее прохождение вы сами знаете какой игры. И мы собственно продолжаем зачитывать данную визуальную новеллу. Если бы не рисковали жизнями на поле боя, нашу Японию вообще стерли бы с лица земли. А наши женщины подлизываются к иностранцам, прилично едят, носят модную одежду. Япония существует только благодаря пролитой нами крови. Но чем занимаются они? Даже женщины надрывают спины, чтобы покормить себя, покормить себя, да, конечно. Ты вообще кто такой? Защищаешь этих баб? О, хороший слух, ты услышал? Знаешь, лучше не надо. Когда он взбесится, его уже не угомонишь. Женщины и все их защитники куски дерьма. Ты, пошли выйдем. Должен отказаться. Выходить из бара в обнимку с чуваком совсем не моё. Ну, козёл, ты меня взбесил. О, ну, ладно, думаю, стоит ему немножко дать. Скажем так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. На десяточку. Так, 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 успел. Так, 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 так. О, какой-то комбо супер-пуперская. Круто. Ко. Как прежде. Хитрейт сто процентов. Прикольно. Вот видите, я просто, короче, не стал сосредотачиваться, а я инститивно уже начал двигать, куда надо мышку и делать то, что надо. В принципе, если тут натренироваться, тут можно вообще не знаю, какой ранг получить. Лёгкая игра, в общем. Лучше иди домой и отоспись. Не забудь почистить зубы. Пф. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Чёрт и... А-а-а-а. Мужик был упорным. Он всё ещё неуклюже пытался устоять на ногах. Он пошатнулся и задел плечами кого-то крупного. Лучше остуди пыл. Этот враг тебе не ровня. М-ми-мистер Кей Рейджи? С его лица тут же пропали все признаки опьянения. Видимо, тот хорошо известен в этом баре. Будь умницей и иди отоспись. Только дома, а не здесь. Да. Пойду домой, хех. Чего я читаю хех? Вообще, это бред такой. То есть, зачем пишут вот эти вот фразы дебильные? Это неправильно. То есть, я считаю, что если вы уже пытаетесь отобразить хех, то вы можете просто озвучить это и сделать эту озвучку вне зависимости ни от чего, чтобы она была. И так же вы можете, короче, написать в скобочках вздыхает или что-то вроде того. Но именно вот это вот в тексте это все писать, это бред полнейший. Я это, наверное, не буду читать, если не забуду. То есть, если там я не буду озвучивать какой-нибудь хех, то извините меня, конечно, но это бред. Я не знаю просто, как его озвучить. Вот и все. Ты пролил мою выпилку, парень. Возместишь? Ты здесь известен? Похоже, никто не хочет с тобой связываться. Пьянство и драки, вот ради чего живет мужчина. Но я вмешиваюсь, если кто-то заходит слишком далеко. Давай, садись. Еще стакан ему. Не откажешь, шеф. Зови меня Кей Рейджи. Никогда не был поклонником прозвищ. Так кто ты? Я... Погоди. Я спрашиваю непричудливое английское имя. Мы все здесь японцы. У тебя же есть имя, которое ты можешь с гордостью назвать перед небесами? Конечно. Меня зовут Шишигами. А это разве, то есть, не его фамилия, Шишигами? Или у них, короче, в Японии вообще нету фамилий? Ну, то есть, у них что, два имени или как так? А я Кей Рейджи. Ты как видится, знаешь, что в кулачном бое? Ну, учитывая, что в Японии, например, там вместо подписи и специальные печати фамильные, то это действительно так. То есть, может быть, у них там и два имени. Вместо имени и фамилии. Да, еще и это отсказило. Возможно, но даже я не протрезвею от одного взгляда. Ха-ха-ха. Походу, ты тот еще сумасброд. Поверить не могу, что никогда о тебе не слышал. Ты новичок в этих краях? Да, меня совсем недавно репатриировали. Что-то долго. Чем ты занимался все это время? Застрял в лагере военнопленных. Не поверишь, на целых три года. Вот так не везение. Куда тебя забросили? На юг. Не спрашивай. На юге вообще-то там я не знаю даже, что Австралия, по-моему, на юге. Он что, на Австралию напал? Насколько я знаю, во Второй мировой Япония на Австралию не нападала. Ну, точнее, с Австралии потом на Японию напали. Ну, то есть, она была частью Британской империи и воевала на стороне Британской империи, в том числе и против Японской империи. На юг? Не спрашивай, не люблю об этом вспоминать. Меня тоже отправляли на юг. Под своим командованием я потерял много хороших людей на островах, которые были не иначе, как джунгли. О, был офицером? Вроде того. А сам? Я тоже. Моей задачей было обучать новичков. О, так ты инструктор. Ясно, это объясняет зрелище, которое ты устроил. Всё это время я думал, что больше никогда не захочу поговорить о войне. Но, по-видимому, даже худшие воспоминания порой могут стать отличной закуской к хорошей выпивке. Вскоре мы уже выпивали вместе и делились историями о давних временах. Так вот, где берёт начало Примавера. Верно. Совсем не похоже на известную тебе Примаверу, правда? Да. Будто история о весёлых друзьях клуба Примавера. Именно. Это была группа, защищающая друзей. С этого всё начиналось. Сколько тебе известно о Примавере? В нынешние времена известная организация под названием Примавера была, мягко говоря, радикальной националистической организацией. Ну чё, нормально. Радикальная прям-таки. Если кто критиковал японский народ, это неоднократно осуждали как за совершение социального преступления. Сколько политиков Примавера заставила замолчать после одного ложного заявления? Они руководят в тени японского общества, также управляя из-за кулис политикой и бизнесом, и многие их боятся. Ну, только то, что я узнала из книг и интернета, готовясь к этому интервью. В таком случае ты знаешь о макаронных собраниях? Да. Это регулярные встречи самых влиятельных членов Примаверы, если не ошибаюсь. Макаронные собрания, ну и название, я не знаю прямо, как это назвать и так далее. Сейчас их проводят спустя неравные промежутки времени, но я слышал, что раньше они проводились регулярно, в конце каждого финансового квартала. Я думаю, эти макаронные собрания начал Лео вот этот вот. То есть, он был их родоначальником, потому что он любит макароны и любит говорить, когда он их ест. Получить разрешение присутствовать на этом собрании – величайшая честь для руководителей. Да, можно сказать и так. Так что, Япония и в этой мере руководит криминал, пусть и националистический, но это все-таки криминал. Они бы взяли власть, захватили уже и нормально бы руководили. То есть, они же деньги, небось, нечестно зарабатывают или как? Ну, то есть, почему их считают таким картелем? Да, можно сказать и так. Знаешь, почему их назвали макаронными? Нет. Почему? Может, они начали с того, как все собирались вместе и ели макароны? Ха-ха. Хе-хе. Ой, блин, зачем я это озвучиваю? Так и есть. Да, макароны собрание начала проводить мадам Роуз, когда приглашала своих друзей и подавала макароны. Название сохранилось даже после того, как собрания стали сугубо деловыми. Ну, такая вот традиция. Прикольно. Что ж, начнем очередное макаронное собрание. О, боже мой. Макароны – говно. Ненавижу их. Ненавижу макароны! Овсянка и то лучше. О, наконец-то! Нас сегодня больше. Тесновато, но все равно весело. А, как же у меня затекли колени. Похоже, у тебя опять затекли груди. Да, я не буду больше говорить сиськи, я уже это слово говорил, и оно не смешное. Кто-нибудь помассируйте. Что, груди тебя помассировать? Или колени? Эй, брось портить настроение. Согласен. Разница между твоим поведением на работе и вне работы слишком большая. Эй, с дороги! Обжечься хочешь? Держите свежесваренные макароны. Фу, ненавижу. Одни макароны и все? С тефтельками надо. Тогда бы я тоже макароны ел. Или по-флотски можно. Совсем дурак. Соус в других горшочках. А, без мяса, говно. Макароны без мяса невозможно есть практически. Вот на этот раз есть из чего выбирать. Есть легкий соус к мясу и острый томатный. Ну а где же мясо, собственно? Если соус так мясу, то какого хрена его в макароны в обычные подавать? Молочно-соевый соус и базиличный. А также особый японский соус. Берите какой хотите. Вот оно что. Макаронный шведский стол. Макароны это гонка на время. Сейчас самый вкусный момент. Даже немного остывшая лапша становится холодной. Ее трудно вытянуть. Мы приготовили гораздо больше. Ешьте сколько хотите. И ты тоже, Лео. Отлично, начнем кровососание. Точно, у Лео же в жилах течет лапша, да? Пожалуйста, не говорите мне о том, что Лео там где течет. У меня, если честно, это вызывает отвращение. Ну, это я, конечно, не вам говорю, зрители. Но это я так. Комментирую, скажем так. Нужно же как-то комментировать. Фу, что? Что? Шо? Буду говорить, что? Неплохо. О, блин, няки какие улыбающиеся. Использую на наших клиентах. Лео, ты тоже помогай. То, что ты новичок, не дает тебе права просто сидеть. Помощь больше не требуется. Держи твоя тарелка. Наслаждайтесь. Мы еще не закончили готовить. Роу, садись с нами. Роу, садись с нами. Пока что я буду готовить. Не стоит беспокоиться. Я люблю готовить. О, да, она прямо идеальная девушка. Готовить умеет. Красивая. Ответственная. В общем, отлично. На подходе следующей порции. Ты чего, Уэйн? Все еще на второй? Знаешь, у мужчин с тощим аппетитом тощие руки. Да, им будет трудно дрочить. После таких слов ты так легко не отделаешься. Не сравнивай размер моих порций со своим, мистерик. Эй, Стелла! Хватит уже разливать разные соусы одним и тем же черпаком. Ну да, а то смешаются. Не будь такой надоедой. Все равно все идет в один желудок. Моя сестра никогда не перестанет превосходить себя в неряшливости. Ну да, то она типа леди, то наоборот неряха. Но знаете, если смешать острый томатный соус и сливочный, выходит потрясающе. А ты права. Шедевр. Ва-ха-ха. Фууу. Зачем я это озвучиваю? Еще много готовить. Тарелку, мисс? Лео. Это мне? После пары экспериментов я понял, что соотношение 2 к 1 острого томатного соуса и сливочного – идеальный баланс. Держите, мисс. Шеф-повар шишигами к вашим услугам. Хи-хи. Спасибо. Ты приготовила достаточно. Без тебя за обеденным столом макаронное собрание уже не будет таковым. Ты прав. Что ж, стоит попробовать. Макаронные собрания начали проводить давным-давно. Сначала это было общее кулинарное событие для дам вечера, проводимое для того, чтобы хоть чуть-чуть сэкономить на расходах на еду. Ведь всегда дешевле готовить сразу много. Видимо, доля мудрости мадам Роуз. Все началось во время одного из этих макаронных собраний, на котором обсуждали создание альянса дам вечера под названием Примавера. Роуз пригласил Аманду, Стеллу и Мэриу, лидеров трех фракций, образовавших ядро Примаверы. Поэтому, быть может, эти собрания уже тогда можно было считать регулярными совещаниями руководителей. Тогда поднимем еще на 100 японских долларов. Я в деле. Покажи, на что способен. Две пары. Три... Триплет. Триплет. Ха-ха-ха-ха. Моя грандиозная победа. Боже, ты не умеешь вовремя сдаваться, брат. Ну, в самом деле. Ты так хороша в покере, Мэриу. Удача тебя не подводит? Я всегда много практикуюсь на наших постоянных клиентах. Удачливость с практикой тоже повышается. Ааааа. Мне все никак не попадаются хорошие карты. Покер это еще и храбрость. Нельзя полагаться только на карты. Но всякий раз, когда я становлюсь серьезнее, все сбрасывают. Ну да. Уэйн в своем репертуаре. В общем... На что это ориентировано, я не понимаю. То есть, то, что они показывают свои характеры уже, как обычно. Ничего необычного, они ведут себя нормально. В чем проблема? Потому что у тебя в такие моменты слишком горят глаза. Ну да, выдает, типа. Что? А кто тот трус, который все отказывается со мной играть? Уэйн, ты слишком разгорячился. Возьми что-нибудь холодное, остуди голову. О, к слову. Роуз, капитан Баттлер, ответил. Он связался со мной и сказал, что завтра придет в клуб. Так он не ответил по телефону? Нет. И торопить его нельзя. Только не говорите, что он взял наши деньги и теперь хочет кинуть нас. Тогда зачем ему беспечно приходить в клуб? Если вот, что он задумал, я сверну ему шею. Значит, тому чуваку забыл, как его... Ну, в общем, бандюку, который чуть не изнасиловал его сестру. Он шею свернуть не хотел и не сделал этого, даже когда была возможность. И не застрелил его и так далее и тому подобное. А какому-то вообще полицаю долбанному, который при этом еще и японец, и еще и собирается им помочь, а может быть, если вот как раз не поможет, он тогда ему свернет шею. То есть, какая-то странная. То есть, настоящим бандюкам, которые реально открыто против него выступают, он не сворачивает шеи. То есть, они хорошие. Это естественно, что они такие. То есть, они не виноват. А те, кто типа это... Те, кто типа хитрые, тем шею сворачивают. Ну, с одной стороны, может, это и логично. С другой стороны, я бы лучше бы... Сначала против открытых боролся. Потому что это было бы более эффективно и показательно. А с полицаем будут проблемы. Его лучше как раз как-то обхитрить и поставить на место по-другому. Начинается. Откуда такая кровожадность? Что-то я волнуюсь. Все как в покере. До тех пор, пока мы завтра не раскроем карты, нельзя терять смелость. А иначе можно проиграть бой, который мы могли бы выиграть. Ты прав. Точно. Раз капитан едет сюда, значит, он не намерен отказываться. Хотя, стоит придумать план на случай, если он все-таки откажется. Или, может, попросит еще денег. Вот на этот случай надо план придумать. То есть, где взять деньги. Ну вот, опять ты впадаешь в пессимизм, брат. Так ты никогда не найдешь себе жену. Кто знает, когда с нами может связаться очередной Альфред. Вот, Альфреда, чего он не замочил? Когда была возможность. А единственного мента японца, который может помочь, он хочет замочить почему-то. Нужно будет просто точно так же врезать ему. Бред. А что если ты один не справишься? Я никому не уступлю. Эй, спокойно. С твоей поддержкой плюс поддержкой капитана будет только лучше. Доверимся капитану. Слишком оптимистично. Откуда тебе знать, что он не сбежит с деньгами? Нет, я не об этом. Мы дали капитану деньги, потому как были уверены, что ему можно доверять. Так? Если бы он с самого начала вызывал сомнения, мы бы не посчитали его подходящим для нас покровителем. Лео прав. Мы были убеждены, что капитану можно доверять и дали ему деньги. Нужно верить. Верить в него. Кого я вижу? Стелла и Мэрио. О, капитан. Давненько мы с вами не виделись. Без тебя в клубе было так мрачно и скучно. Извините, дамы. Сегодня я обязательно как следует полапаю ваши сиськи. Ну да. Батлер, извращенец. Пока две девушки спорили за место самое популярное в клубе Примавера, батлер сел на диван. Привет, Роуз. Давно не виделись. Добро пожаловать в клуб Примавера, капитан. Извини, что заставил ждать. Сегодня я к вам с ответом. Значит, я так долго был в недосягаемости, отчасти потому, что готовился. Меня не назовешь безответственным. Ихихи. Так вы защитите нас. Кьяааа. Капитан такой мужественный. Эй, подожди пока. Сначала мне нужно кое-что прояснить. Да, я местный менеджер департамента общественного порядка города 23. Но все равно я администратор среднего уровня. Я не так влиятельен, чтобы делать, что вздумается. Не скромничайте. Вы можете что угодно, капитан. Но все не так просто. То есть... Нужно в некоторой степени помочь моему начальству и нескольким сотрудникам. Улавливаешь? Роуз? Еще деньги, как я и сказал. Да, понимаю. Не то, чтобы я требую денег, я буду помогать вам и жду помощи от вас. Мы прекрасно понимаем, что могут возникать подобные случаи. В общем, я надеюсь на равноправные отношения. Мне не нужно, чтобы односторонние полагались на меня. Я хочу иметь возможность полагаться на всех вас в некоторых делах. И в чем именно вы хотите на нас положиться, капитан? Если ты будешь защищать нас, нам тоже лучше постараться. Обязательно! Мы планируем поддерживать вас так же, как вы поддерживаете нас. Да, но я бы хотел убедиться. Батлер достал из кармана фотографию и бросил ее на стол. Молодой американец, с виду такой галантный, ваш друг. Это американский офицер, работающий в штабе оккупационных войск города 23. Лейтенант Питер Макдауэлл. Молодой и серьезный. Что-то случилось? Он уже два дня как пропал без вести. Так и не вернулся после отпуска. Не верится, что он дезертировал. Возможно, попал в происшествие. И вы хотите, чтобы мы нашли его? Да, откровенно говоря. Слушайте, это ваша работа или наша искать его? Блин, при чем мы тут? Если бы мы знали, то мы бы действительно помогли. А так, искать его... У нас что, своя служба сыщиков, что ли? Вообще такая бредятина. Просить такие вещи, это бред. Да, откровенно говоря. Но разве этим не должны заниматься полицейские или военные? Есть кое-какие сложности. Мы не хотим, чтобы об этом все знали. А, ну... Все может быть. А что, нельзя скрытно работать? Они че дебилы? Не хотите втяивать полицию? Просите нас найти его? Ну, может быть, там, короче, его бороть не в погонах. Вот почему они не хотят, чтобы все знали. То есть, если тот чувак, он будет саботировать поиски этого офицера, если он его куда-то делал. Если, то есть... В общем, вы поняли. Червь там какой-то, наверное, завелся. И нужно именно посторонних людей, чтобы они все это раскопали. И тогда можно будет его схватить и арестовать. Не хотите втяивать полицию? Просите нас найти его? Верно. Начальство хочет замять это дело. А что так? Я же сказал, что... То есть, там... Замешаны в этом... Сами полицейские. Этот Питер как-то важен? И снова верно. Сам лейтенант Макдалу не проблема. А вот его семья еще какая. Макдалу из мафиозной семьи на восточном побережье американского материка. О, боже. Это капец. Просто... Во-первых, его вот этот вот забыл. Как его? Ричард? Нет, не Ричард. А вот тот вот. Альфред, да. Альфред, наверное, замочил. И, короче, плюс он еще и американец, и еще и мафиози. Как таких в армию или куда там их? Берут. То есть, должны американских преступников мы защищать, расследовать их пропажу. Что это за бред такой? Ну и на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайк. Всем до свидания.